Михаил Юрьевич Нам сделали доклад на тему Классовая борьба за Профсоюзный трудовой кодекс Это очень Серьезный был этап Вообще в жизни профсоюзных организаций Профсоюзов даже России Рабочего движения России Где Вроде бы люди которые раньше боролись Только с экономически такие вопросы Дорплата Отпускные Условия труда Начали бороться за свой законопроект При этом вот это вот пример Такой крупный исторический пример Когда в наше время Быстро перерошла экономическая борьба В борьбу политическую Борьба за другой закон Политическая борьба Ну вот поскольку так Она эта борьба политическая Поэтому и тема так сформулирована Как классная борьба Вокруг трудового кодекса Михаил Юрьевич Поскольку он участник этого процесса Поскольку докеры Между прочим ездили в Москву И там Пикетировали Думу А ведь диспетчеры голодали Так что вот Михаил Юрьевич вам слово Вы расскажете уже более подробно Да Спасибо большое Член профсоюза докеров Михаил Юрьевич Беляев Здравствуйте дорогие товарищи Ну и во вступительной части Как конечно я хотел бы Михаил Юрьевич уже много За меня сказал Ну я хотел бы сказать Почему эта тема для меня Ну так близка Ну вот И так сложилось Что сподвигло К данной лекции То что Я имел возможность И имею до сих пор возможности Ознакомиться С непосредственно С Работой, с трудом Михаила Васильевича Которая в скором времени Она будет опубликована Я думаю И у него появится очередная книжка Вот Она так и называется Классовая борьба Вот И я ознакомлюсь с этим материалом Не очень как-то Ну это дело Было близко Понятно Вот И тем более Михаил Васильевич Предложил Говорит Михаил Юрьевич Не могли бы вы прочитать лекцию Я говорю Хорошо Михаил Васильевич Как раз Вот На эту тему Она ко мне Действительно близка Почему? Потому что я действительно Стал непосредственным Ее участником И это конечно Всегда Интересно Говорить Не из теоретических Иногда Потому что здесь Зачастую Как бы Выступают Представители От науки Вот И освещаю Теоретические Вопросы А я Не обладаю Званиями Вот Кроме Но знаниями Но знаниями Обладаю Вот И поэтому Хотел бы Как бы Со стороны Практической Освятитель Момент Вспомнить Некоторые моменты Но может быть Сделать какие-то И выводы Ну вот И С самого начала Могу сказать И заявить Наверное Так громко То что Я считаю То что Сегодня Действующий Трудовой Кодекс Он является Конечно же По моему убеждению Прогрессивным Документом Вот И Почему я так беру Такую смелость Еще заявлять Заявляю я Вот Как бы От лица Можно так сказать Рабочего Потому что Мой рабочий стаж Ну Чуть менее 20 лет Докером Вот А как Говорили Классиками Да Рабочим Можно считаться Если ты проработал Более Десяти лет На В тяжелой Крупной промышленности Я работал в порту Докером Вот И Больше Десяти лет Поэтому Так сказать Могу Кое-что И сказать От своего имени От имени Рабочего Класса Вот Значит Начало выступления Я просто хотел Начать с того Чтобы вспомнить Вообще Историю Этого вопроса Историю Принятия Нового Трудового Кодекса Ну Он уже не новый Просто Можно сказать Трудовой Кодекс А началось Я думаю Начало Этого Так скажем Пути Вот Отправной точкой Я считаю Что это 91-й год 91-й год Когда Можно сказать Что мы То есть В нашей стране Произошла Очередная революция Она уже Она же Контрреволюция Вот И произошла У нас Реставрация В 91-м году Возврат К буржуазной системе То есть Он был закреплен Мы знаем Беловежской пуще Где там Собрались представители И подписали договоры И Большое государство Под названием Союз Советских Социалистических Республик Перестал существовать Ну и Соответственно С ним Наверное И Так скажем Перестали существовать Некоторые правовые нормы И законы Вернее Их наверное Необходимо было решать И мы это помним Как все это начиналось И как это двигалось Да Вот Как приходили Младые реформаторы Вот Как они начинали Проводить реформы И к чему это привело Вот Помним Помним о том Что 93-й год Была выстрелена Новая Так скажем Конституция После Так говорится Расстрела Белого дома Да Вот Когда Были попраны Демократические нормы Буржуазные Попраны Они были Нормами Буржуазными Но другого Характера Вот И Помним Как себя повел В то время Наш Президент Ельцин Вот Как он Из демократа Облачился Можно сказать Так Не знаю Громко Не громко Это будет сказано Но Вот Лавы Фюрера Какого-то Да Можно сказать На себя Он возложил Но потом Его все-таки Сподвигли товарищи Он вернулся К демократическому Так скажем На демократический путь И что его Ну Побудило Мы помним Главный закон Который был принят В 93-м году Это была Новая конституция Ну Здесь много уже Говорилось на лекциях О том Что Нельзя признать То что По конституции Которая мы Сегодня живем Она была принята Ну вот Законно Но какая не есть Но в общем Она существует То есть Главный закон По которому Который существует В стране Был изменен Там были закреплены Нормы Ну вот Другие И можно сказать Что С 93-го года У нас уже Конституционно Закреплен Буржуазный Строй То есть Мы живем В стране Буржуазной Ну вот Ну и соответственно С этим Понятное дело Что необходимость Возникла И изменение Других законов Ну я думаю Что если у каждого Спросить Наверное Здесь присутствующих Или вообще Можно провести Социологически Если кто-нибудь Займется вопрос Какие Например Граждане Знают Основные Законы Первое Я думаю Все скажут Что это Конституция А второе Скажут Наверное Это Трудовой Кодекс Ну почему Потому что Трудовой Кодекс Касается Касается Каждого Наверное Присутствующего Да Потому что Все мы Когда-то Устраиваемся На работу Все мы Когда-то Увольняемся И обычно Рабочие Знакомятся С трудовым Кодексом Когда его Больше Когда ставят Вопрос Увольнения Ну Вот Этот основной Закон Который Касается Всех Граждан Вот А так как Поизменилась Политическая Система Да То есть Понятно Не только Политическая Но и Соответственно Мы стали Строить Экономически Другое Общество То есть Понятно Что Тот Кодекс Который Существовал Ну помню Как он назывался Я думаю Да Это кодекс Законов О труде Вот Его И вдруг Младые реформаторы Решили Его Ну Сказали Что он им мешает То есть Мешает Развитию Нашей страны Хотя Если взглянуть И посмотреть Поглубже На этот Момент То есть Гзот К моменту 93-го года Превратился Ну если у кого-то был Вот Он Превратился Документ Которым Что-то Вклеено Было Постоянно То есть Постоянно С 91-го По 93-го Год Туда Носили Всевозможные Правки И он На самом деле По сути своей Уже был Так скажем Буржуазом Вот Но Все-таки Конечно же Нельзя Ну как бы Нельзя не сказать То что В стране В которой мы жили Да Гзот стоял На защите работников Там были прямые нормы И действовать В рамках этого закона Было Простому работнику Даже не объединяясь Никакие профсоюзы Можно было Самостоятельно Достаточно легко Я помню У меня в бригаде Был такой Мы звали Действительно Он Так Я извиняюсь Ну не то что Ну Знал этот закон И умел его использовать Что администрация Когда говорили Слово Калабин Она всегда Отшарахалась Ну хорошо Хорошо То есть если что Калабин сказал То значит это есть Потому что они уже С ним понажигались И сказали Этого человека Лучше не трогать То есть он Ну Что сказать То есть действительно Защищал интересы Простого Простых работников Представителей Труда Вот И значит Даже несмотря Невзирая на то Что произошли Эти изменения И были внесены Поправки Ну в общем Назрело Необходимость Изменения Этого Закона Вот Ну а тут Вспомнить Если кодекс Да То есть он нам Тогда позволял Очень многого На основании этого Конечно Если вспомнить Какой был у нас Коллективный договор Шикарный Да На производстве Ну что можно сказать Только с одной С хорошей стороны Можно вспоминать Тот закон Который существовал Ну вот И Если рассматривать То время Да То есть это время Как раз и было Время Такой скажем Политической активной борьбы Если мы вспомним Да Мы Самый политический Такой конфликт И как раз был конфликт Когда Ну вот Выстреливали Новую конституцию Да Ну вот И если вспомнить Ну как Понятие Да Что такое Политическая борьба Это Классовая борьба За Завоевание Удержание И Осуществление Государственной власти Ну вот Это такой вот Интересный Момент Почему Для меня Эта тема Еще интересна Потому что Сейчас очень много Дискуссий О том Что Ну вот Как в современном Обществе Есть классовая борьба Нет Классовая борьба Вот Я для себя Как бы Главную Цель поставил Чтобы показать То что Вот Классовая борьба Есть Никуда Она не исчезает И Постоянно Ну Присутствует Вот Только лишь Вот может быть Не в полном объеме Или аспекте Да Но хотя Если рассматривать В данном аспекте То присутствовала Классовая борьба Когда заключался Ну когда Вот в преддверии Подготовки Всего этого Нового Трудового кодекса Это как раз То и была Борьба За Осуществление Власти Но это Как-нибудь Я потом Попытаюсь Оставить Это В стороне Вот Ну а Хотел бы Остановиться И вспомнить Я думаю Не безинтересно Будет Вспомнить Вообще Историю Как же Все-таки Это Проходило Ну Проходило Это Достаточно Таком Можно сказать Полудетективном Сюжете Вот Сюжет этот Развивался Таким образом Что в 93 Году По-моему Если я не ошибаюсь Вот Вышла В газете Российской газете Был выпущен Проект Трудового Кодекса Без Автора Как говорится Анонимный Вот И это Была Такая Наверное Первая попытка Со стороны Государства Со стороны Так Сказать Власти Ну Как На примере Может быть Бывших Как Сказать Правильно На опыте Партийном Коммунистическом Или Как бы Сказать То есть Ну Есть Такой Закон Надо Его Принять Кто Что Раз Проголосовали Можно Так Они Рассчитывали Что Этот Закон После Того Как Опубликован Ну Главном Так Скажем Органе Печатном Власти Да Это Был Орган Парламента По-моему Тогда Вот А нет Хотя Думно Вот То есть Его следует Что сделать Принять К исполнению Принять Его И Все Как бы Этот вопрос Решен Но Но Они Не Ожидали Что Народ Это Уже Был Пертым Калачом Да С 91 По 93 Год Пошло Достаточно Быстрое Становление Среди Рабочих Ну Мы Вспомним Да Как Возникали Независимые Профсоюзы Вот В том Числе И наш Российский Профсоюз Докеров Он Стал Называться Независимый Профсоюз Докеров Мы Вышли Тогда Из ОЦСПС Который Сегодня Является Который Организовались Тогда Профсоюзы Такие Как Соцпров Профсоюз Защита Профсоюз Авиадиспетчера Ну И вспомним Как они Организовывались Они Такой Организовывались На волне Такой Антикоммунистической Да То есть Помним Да Что Как в 91 Году Не только Выстреливало В Конституцию А как Сперва Да Была Убрана Поправка Пятая Да Вот О том Что у нас Руководящий И решающий Люди Как правильно Сказать Там Партии Роль партии Да Она была убрана Мы тоже Шестая Да Вот Как она была Убрана Ну И вот На этой волне Там Да Профсоюзы Которые Организовались Независимые Они такие Вот были Так Беспартийные Так скажем То есть Главная задача Которую преследовали При объединении Рабочие Это защита Своих интересов В первую очередь Вот И значит Вышла такая Газета Вот И как Николай Васильевич Говорит Что Если вдруг Ласточки Начинают лететь То жди Как бы весной Если ты эту весну Пропустишь То все И тогда Эти просто Как бы Профсоюзные Лидеры Значит Увидели Эту картину Что может Произойти Что Ознакомившись С этим трудовым кодексом Поняли Что это такое Забили тревогу И обратились Тогда Фонд Рабочей Академии К Михаилу Васильевичу Постынул С вопросом А что же делать Я думаю Ну вот Благодаря И спасибо Нужно сказать Михаилу Васильевичу Он просто сказал Если вы хотите Чтобы Вы вернее Ничего не сможете С этим сделать Только лишь Одно Может спасти Нас всех Это Если будет Создан Если мы сумеем Создать Свой проект И уже Со своим проектом Отстаивать И решать И тогда Михаил Васильевич И Константин Васильевич Федотов Это На тот момент Он был Председателем Правоконсалтингового Отдела Российского Российского Профсоюза Докеров Я не иду Наш Питерский Да Вот Они Составили Тогда Этот проект Фонда Рабочей Академии Значит После его Создания Этот профсоюз Был разослан Независимым Профсоюзом Которым Прошло Обсуждение Этого Проекта Вот И Нашли То есть Этот проект Был поддержан Большинством Независимых Профсоюзов Нашим Диспетчеров Соцпрофов Соцпрофов Ну то есть Семи независимыми Профсоюзами Профсоюзы Как бы Вокруг этого Проекта Объединились И стал вопрос Дальше А как Осуществить Дальнейшее движение Ну вот А если Если вспоминать Мы уже тут Неоднократно говорили Да По поводу Политической борьбы Как в рамках Сегодняшнего Сегодняшних Это осуществляется Да Как можно Достигать Ну Результатов Как это вообще Делать Да То есть Ну что нужно Нужен Тот кто Нужен человек Такой Который смог бы Это внести Государственную думу Вернее Тот представитель Который обладает Правом Законно-творческим Правом Да У нас их не так и много Да Мы знаем Дума Совет Федерации Президент Кто еще там Арбитражный Ну то есть Достаточно Ограниченное Количество Субъектов Которые Могут Внести Создать Обладает Право Законно-творческой Деятельности Вот Ну Значит Было принято Решение Попробовать Внести Это на рассмотрение В Думу Этот проект Этот проект Значит Был внесен Внесен Были Наверное Два Представителя Ионин Да И Григорьев Корсаков Григорьев А Ионин И Шандыбин Присоединились Вот А Ионин И Шандыбин И присоединились А Корсаков Если я Он был В Совете Рабочих Москвы По-моему Да Вот Представителем Совета Рабочих Москвы Ну в общем Ребята Эти Заявили Активно О том Что они Внесут Ну и Сложилась Такая Картина Когда Ну в общем Ждем Спрашивают Вносит Не вносит Но в общем Они почему-то То ли Испугались От такой ответственности То ли не испугались В общем Этот вопрос Они стали Долго табанить И когда Корсаков По-моему А я был Тоже Свидетелем Этого Приехал На В Нижний Новгород Вот Где у нас Происходит Ежегодная Конференция Вот И Ему Ребята Сказали Ты внесешь Вот Когда Внесешь Он пообещал Очередной раз Ну и так Скажем Этот И не выполнил Ну Долго Пытались убедить Этих товарищей О том Что это нужно сделать В конце концов Они сдались Вот Можно так сказать Под нажимом И критикой Своих товарищей Потому что Я помню Были даже Выпущены газеты Такие Клемящие Вот Позором Вот Товарищей Которые Боятся Вот Не проявляют Смелость Значит Эти Законопроект Был внесен Тогда Они сказали Мы внесли Вот Но оказалось Что они внесли Не на рассмотрение Не в саму Думу А в Совет Ну и в общем Пошло движение Такое И так интересно Сложилось Что на тот момент В Думе Оказались Оказался только один проект Проект Который Был Разработан Фондом Рабочей Академии И который Представляли Независимые Профсоюзы Вот Ну вот Михаил Васильев Сказал Что по пути К этим товарищам Еще присоединились И Шандыбин Шандыбин Такая личность Товольно-таки Известная На слуху Все рабочий водитель Вот Вот И после того Как был Внесен Этот проект То есть Было зашевет Ну то есть Власть поняла Что Опускается момент Началось Движение И был разработан Государственный проект Вернее Правительственный Да Он тогда назывался Вот И его тогда Внесли в Государственную Думу И как бы Так скажем Там Своя ситуация Я точно Это потом Как бы будет Наверное Поподробнее Можно Наверное Узнать будет И в книге Непосредственно Которая Напишет Об этом Михаил Васильевич Но Я помню Что Тогда Началось Движение Я помню Как у нас В бригаде Я помню Обсуждались Проект Трудового кодекса Который Предлагает Правительство Я помню Как выпускалась Народная Правда Как у нас В курилках И в бригадах Обсуждалось Это Когда мы Все это дело Сравнивали Но вообще Если вспомнить Тот проект Который был Достаточно Ужасный Проект И если бы Не дай бог Этот проект Осуществился То Ну Рабочие упали бы Ниже плинтуса Если вспомнить Те годы Но может Кто помнит Когда Зарплату платили Не деньгами А продукцией Ну Если ты Работаешь На мебельной фабрике Тебе могут Столами Зарплату Если ты Работаешь Делаешь Телевизоры То тебе Телевизорами Ну и так далее Много было таких случаев Когда и в законе Было написано Что пожалуйста Это возможно Вам могут Ну Не было никаких норм Которые позволяли бы Студентам учиться Не было Норм Которые защищали Женщин Которые имеют детей Ну Что сказать Ну то есть Хороший Такой Прогрессивный Коллективный Ну и коллективный Трудовой Кодекс Вот Даже некоторые Говорили На пленарных заседаниях О том Что На пленарных заседаниях Когда обсуждалось В Думе Этот законопроект И говорили о том Что это проект 21 века Вот Ну Я должен как-то сказать Что вот Благодаря этим событиям Да Ну Отвлекусь немножко Да И расскажу Из своей жизни То что Благодаря этим событиям Я попал В Государственную Думу Один раз Это было как раз Когда было Очередное слушание Кодекса Мы ходили По Думе И Раздавали газеты С депутатом Ну Всем Кого мы видели По всем этажам Вот тогда Я первый раз попал Да Единственный я помню Да Попал в Государственную Думу В общем Мое первое впечатление Конечно По молодости Было Что я попал Так скажем Такой отдельный рай Вот Меня больше всего Поразило на то Да Ну там Депутаты Тогда увидел Всех там Жириновского Кого там Зюганова Ну Тогда ярких таких Личинских Да Можно сказать Вот Был Побывал в столовой Которая Да Это Меня Было Было Да Впечатлило Да Меня впечатлило Когда В кафе Я помню Ну Так Скажем Выпить не было Не разрешалось выпить Да Но коньяк разливали Вот В чашечке В чайные Стаканчики Вот Нас пить нельзя Но коньяк Пожалуйста В чайных И вот я помню Да У нас ребята Как-то это С Мурманска Тоже Они это увидели И мы встречались Это была теплая Дружная встреча Так что Они потом В конце Опоздали На самолет Вот На обратную дорогу Вот Запоминающая встреча Да Была запоминающая встреча Да После этой встречи Мы попали На заседание Обсуждения Непосредственно В партию В КПРФ Тогда обсуждался Этот вопрос Мы туда попали Ну в общем Ну таких впечатлений Где еще можно было увидеть Вот Только лишь вот благодаря Тому что Шла борьба за трудовой кодекс Можно сказать Польза уже была в проектах Была огромная Вот я хотел сказать Что для меня была польза Огромная Я хотя бы посмотрел Да Представители всегда Поняли Да Что такое у нас Представляет Государственный дух Ну вот Потом я расскажу Такой случай По поводу Как раз касаемо Сейчас попробую Немножко вернуться К вопросу о политике Да Ну вот Ну Мы понимали Это хорошо Сегодня Тогда На тот момент Нам так скажем Можно сказать И повезло О том что Нашлись такие люди Которые в принципе И внесли этот законопроект Но Если бы и не было То что бы оставалось Если так Рассмотреть вопрос Да Мы знаем Что Ну да Ну надо иметь своего депутата Да И мы все знаем прекрасно Что Сколько стоит Депутатство Да То есть пожалуйста В сегодняшней системе Можно и продвигать Любые законы Если ты имеешь Большой кошелек Пожалуйста Там 3-5 миллионов И ты будешь представлен В избирательном списке Ну на выбор Если конечно Там Любой из партий Вот Ты можешь оказать Спонсорскую помощь И я думаю Что партия Которую ты окажешь Она всегда с радостью Возьмет И включит тебя В список А ты там пожалуйста Можешь А ты там пожалуйста Можешь Это дело И носить Любые законопроекты И заниматься Законопроектческое Творчество И деятельность Ну только вот Малость Да Малость такая Вот нужно иметь Всего там Может быть 5 миллионов Ну может Ну желательно и будешь Поэтому на тот момент Конечно этого не было Да Но Когда Мои друзья и товарищи Бродя по коридорам Власти так скажем Да Вдруг Набрили на дверь На которой Висела вывеска Южилин Член Как там написано Фракции КПРФ Фракции КПРФ Они говорят Так Не поняли Южилин Жизжи Вроде Работодатели Ну вот так Бывают такие Интересные В жизни Моменты Что вот Работодатели Вот Оказывались Еще и Вот на одном этаже И в кабинете Да И представляли Интересы Коммунистической Партии В Думе Вот такие Бывали казусы Вот И они так Нас позабавили Вот Ну и Давали как бы Картину Понятие давали Нам Рабочим Что это такое Да На самом деле Политическая борьба Вот И как Ее осуществляется На этом этаже Ну вот И значит Когда это все Закрутилось Завертелось Да Мы помним О том Что Да Ну в общем Проект Фонда Рабочей Академии Как-то Вот Вытолкали Выкинули Из Государственной Думы И стали Обсуждать Вот этот Вот Проект Правительственный И Нашелся Человек Такой И все Ему благодарны Его имя Тоже Думаю Останется В истории Это Авеллиани Тремурат Георгиевич Шахтер Который Одновременно И шахтером Был И потом Был еще И большим Руководителем Руководил Шахты В Кемеровской Области Который Ознакомившись С проектом Фонда Рабочей Академии Вот А он Представлял Тоже Как бы Был Фракции КПРФ Который Ознакомился С этим проектом Вдруг Неожиданно А может быть И Резонно Взял И сказал Что стал Помогать И продвигать Этот проект И тогда Этот проект Уже был внесен Непосредственно В Думу И в Думе Появился Уже тогда Не один проект Вот А Существовал Начало существовать И продвигаться Уже Два проекта Вот Когда Ситуация Развел До такой степени Развелась Приобрела Такое свое Развитие Что Критика Со стороны Независимых Профсоюзов Со стороны Ну Фракции Можно сказать Там Коммунистическая В этом Принимала Партия Участие Может быть Отчасти Вот Привела К тому Что Ну Опущен Был Государственный Проект Ниже Плинтуса Ну То есть Ну Поняли Что Все Что-то Нужно Спасать И тогда Так Был Другая Попытка Власти Вот Они Внесли На рассмотрение Уже Проект Который Был Представлен ФНПР То есть ФНПР Ну Независимой Тогда Федерации Независимых Профсоюзов Которая Являлась Приемницей ВЦСПС То есть Организация Организация Которая Осталась А Собственность От ЦСПС Которая Ну И сегодня Наверное Существует За То Что Сдают В аренду Вот Имеет Поддержку Всевозможные Государства И они Тогда Внесли Свой Проект Вот Значит Что Произошло С этим Проектом Тоже Наш профсоюз Независимые Профсоюзы Активно Пропагандировали Свой проект И показали Несостоятельность Проекта Который Представлен Был ФНПР Ну а дальше Пошла Такая Вот Такая Можно сказать Череда Проектов Да То есть Был Предложены Проекты Дальше За ФНПР Значит Был Какой Проект Проект Мозгурдуна Внесен Потом Значит Его тоже Раскритикован Ну то есть Тоже Был Раскритикован Потом Значит Был Внесен Проект Яблонич Я Фракции Яблоко Вот По-моему Голову Да Голову Голову Да Вот И Тоже Был Замечательный Проект Вот Тоже Как бы Так скажем В кавычках Защищал Интересы Работников Да Он даже Защищал Интересы Несовершеннолетних Детей Там даже Была норма Которая Прописана Ограничивала Количество В неделю По-моему Да Рабочих Часов Которые Не должно Превышать Несовершеннолетним Детям Ну то есть Детям до 14 лет Было ограничение Вот 120 часов В год Пожалуйста Они могли работать Да Вот Значит Дело закончилось Тем Что Власти Сподхватились Тогда Митрофанова Еще Да Митрофанова Митрофанова Разыскивает Наши Специальные Да Сейчас Они его Разыскивают Да За что Только Мы не знаем Может быть Из-за то Что он Да Своевременно И свой Проект Хотел Внести Вот То есть И можно сказать Что серьезные Люди Уласти В руководстве Страны Сподхватились Вот И Подошли Более серьезно К этому вопросу И тогда Была Я помню Организована Такая Рабочая Комиссия И возглавляла Я тоже Такая Мадам С такой Зычной Фамилией Слизко Вот Вот И Которая Что сделала Она Скомпилировала Так скажем Взяла Проекты Понадергала Оттуда Хорошего Оставила Содержательную Часть Ну В общем В Думе Тогда уже Обсуждался То есть Не один проект А вот проект Как раз два Было проекта Это проект Слизкий И проект Фонда Рабочей Академии Вот И Что нужно Сказать Вот Та работа Которая Проведена Была Ну Огромная Работа Проведена Профсоюзами Независимыми Простыми Там работниками Можно сказать Привела К тому Что На момент Голосования Если вспомнить То есть Проект Слизкий Победил Ну С незначительным Отрывом Там Я не помню 190 голосов Был за проект Фонда Рабочей Академии Может быть Плюс Я не помню Точно 189 189 Михаил А вот За проект Слизкий Было Чуть больше 224 Голоса Вот То есть Обошел проект Слизкий Проект Фонда Рабочей Академии Но он Проиграл Нам По голосам Против Да То есть Против Как это Говорится За Против проекта Слизкий Было Больше Голосов Чем За Проект Фонда Да Чем Больше Было Чем За Проект Фонда Чем Против Проект Фонда Ну Хорошо Вот так Скажем То есть Мы Выиграли В этом Вот Ну Мы Как Борьба Продолжалась Или Продолжилась Тем Что Ну В общем Было Предотвращено То падение Которое Назревало И которое Могло Произойти С принятием Коллективного Ну С принятием Государственного Проекта Вот И вот Тоже Отвлекусь От того Еще Вспомнить Хочу Момент Непосредственно Уже Так И Тоже Изнутри Это Было Лето Последние Когда Было Голосование Государственной Думе По этому Проекту Наверное Вы помните Да То есть Как В Москве Был организован Митинг В поддержку Проекта Фонда Рабочей Академии Вот И Ну Кадры Наверное Я не помню Обходили Необходили Необходили А Я лично Как бы Тоже Присутствовал И видел Как Мы с Юрой Рысевой Были в это Время В Москве Как раз На этом Митинге Вот И видели Как Среди Толпу Митингующих И значит Пробирался Жириновский И как Ему По голове Одна Бабуля Дала Палкой Это было Серьезное Такое Выступление Да И серьезный Такой Митинг Перед Думой После чего Я так понимаю Были внесены Изменения В закон По митингам Да И запретили Выступать С митингами Возле Государственной Думы Тем самым Мешая О работе Но Итог Такой Что Во время Голосования Жириновский Воздержался Вот Фракция КПРФ Поддержала Вот Законопроект Фонда Рабочей Академии Хотя до Момента Они говорили Что они Не будут Голосовать За этот проект Но так Сложилась Интересная Ситуация За какой Проект Им надо Было Голосовать Тогда За проект Правительственный Тогда бы Они Наверное Потеряли Может авторитет Своих избирателей Ну в общем Они вот так Взяли на себя Такую смелость И проголосовали За проект Фонда Рабочей Академии Наверное Тем самым Внесли Большую лепту В общее дело Вот И вот Этот Если вспомнить Что это такое Возвращаясь К теме Нашей лекции Да О том Классовая борьба За принятие Прогрессивного Трудового Кодекса Так вот Вспомнить о том Что Эта борьба Приобрела Не просто Действительно Такой вот Несла Не только Экономический Характер Но несла И политический Если вспомнить К тому времени Да То есть Начали организовываться А партии Такое вот Партийное движение Да Яблоко партия Коммунисты ЛДПР Я организовалась Еще на этом фоне Тогда Была организована Партия труда Которую На тот момент Возглавил Небезызвестный Депутат Шейн Да По-моему Вот И Это Такая вот Ну не знаю Была Такая счастливая Возможность Да Вот Приобрести Приобрести Вот эта борьба Приобрести Ну могла приобрести Вот такой Политический характер Она и приобрела Политический характер Вот что я хотел сказать Удивительно Да Почему на мой взгляд Власть Сподхватилась Вот Над По этому поводу Что Как так Это может произойти Когда Ну Парадоксальная ситуация Что в Думе Находится Один законопроект И обсуждается Один законопроект Фонда рабочей академии Представителями рабочих Да То есть Даже парадоксальная ситуация Мы Государственная Дума Представители Власти Буржуазной Так скажем Да И вот вынуждены Обсуждать Что это такое Кто здесь Законоправленно Творчеством занимается Да Вот Правящие Или подчиненные Вот И Такая вот Интересный момент На мой взгляд В этом и заключалась Может быть Классовая сущность Требований Ну а по поводу Хотел бы еще Остановиться На по поводу Самого Трудового кодекса Потому что Ну Помимо того Что я не только Активное участие Принимал В Борьбе Можно сказать За трудовой кодекс Да Я На протяжении Так скажем Своей трудовой деятельности Неоднократно Таки И пользовался Коллективным Пользовался Трудовым кодексом Сейчас Хочу рассказать Почему Я вначале Заявил о том Что он Прогрессив Да Вот По моему По моему Взгляду Вот То есть Этот кодекс Трудовой Позволял Нашему профсоюзу Невзирая на то Что действительно Становилось Так скажем Буржуазия Происходило Становление Буржуазии Она с каждым Как говорится Годом Все более активно И умело Начинало Бороться С рабочими Да С рабочим движением Но Вот Ну как можно Отнестись Например К тому Что В Трудовом кодексе Есть целые главы Да Например Такая глава Как Защита Трудовых Прав И Свобода Рассмотрения Разрешения Трудовых Споров Отвечественного За нарушение Трудового Законодательства Иных актов Содержащих Нормы Трудового Права То есть В этом законе Регламентируется О том Как проводятся Коллективные Переговоры Как выдвигаются Требования И Наш профсоюз В своей борьбе Активно Использовал Этот Трудовой Кодекс И Благодаря тому Что Может быть Мы Хорошо Его изучили Благодаря тому Что Вот Он Грамотно Был Как бы Так Согранно Написан То есть Мы Одерживали Достаточно Крупные Победы В борьбе С работодателями Вот А потом Еще Хочется Вспомнить О том Что Ну Может помнить Никто Не помнит Да Когда Не знаю По-моему В 93 Что ли Году Ребята Перекрывали Транссиф Когда они Платили Зарплату И Была Внесена Тогда Еще В Гзот Норма О том Ответственности За невыплату Заработной Платы Потом Эта Норма Перешла Сюда И В главе Например По зарплате Тоже Существует Такая Норма Которая Позволяет Даже В этих Условиях Работникам Используя Эту Активно Защищать Свои Интересы Я имею Ввиду Это В статьях Не помню Точно Если Вам Не выплатили Зарплату То Вы В течение 15 дней То Вы По истечении Этого Срока Говорите О том Что Вы Не Выходите На Работу До Истечения Пока Не Выплатят Вам Причитающие Пишите Заявление Вот Это Достаточно Такое Весомое Завоевание Которое Имеет И дает Возможность Работникам Отстаивать Свои Права Но Конечно Ж Говоря О прогрессивности Этого Закона Нельзя И Говорить О том Что Конечно Большие Минусы Например Я хочу Сказать Какие Минусы Сталкивались Мы В своей Работе Как Профсоюз То есть Очень Долгое Время В законе Например Прописаны Нормы Такие Как Учет Мнения Профсоюзных Органов Вот Нам Повезло Что Мы При заключении Коллективного Договора Внесли Норму По Согласованию И Как Любые Коллективные Действия Когда У нас Возникали Например Переговоры С работодателями Встречные Предложения При изменении Норм Коллективного Договора Было Вот Вы Уберите Эту Норму И В общем Счастье У вас Будет Вот И Вот На вас Не будет Да На вас Не будет Это Уже Мы За рамками Понимали Да Вот И до Последнего Времени Нам Удается Еще Сдерживать Этот Натиск Но Вот Но Эта Норма Конечно Таки Подрывает Достаточно Существенно Возможности Профсоюзов Отстаивать Свои интересы Ну Нельзя вспомнить Еще То Что Как защищаются Например Вообще Профсоюзные Работники Да Если мы Говорим О Трудовом Кодексе Или Акзоте Который Был В то Время Да Мы Вспомним Все Те Кто Занимался Входил Профсоюзный Актив Они Попадали Под защиту И не Могли Быть Уволены Работодателем Без Согласования Потом Эту норму Убрали И на сегодняшний момент Кто пользуется Защитой Это Освобожденные Представители Профсоюза То есть На самом деле Такая Серьезная Норма И которая Ограничивает Возможности Работников Защищать Свои Права Но Если Вот Вы меня Спросите А какое Считаешь Ты Главное Завоевание Которая Ну или Главную Статью Которую Ты Назвал Как Основной Такой Коренной Я бы Сказал О том Что Здесь Есть Статья Касаемо Заработной Плате О том Что Заработная Плата Довна Соответствовать Ой Как правильно Это О Вылетел Из Главы Обеспечение Повышения Уровня Вот Михаил Спасибо большое Обеспечение Повышения Уровня Реальной Заработной Платы Реального Содержания Заработной Платы Вот Если Вы Спросите Меня Какое Главное Завоевание Я думаю Что Вот Это Статья Трудового Кодекса Объясню Почему Осознание Это Пришло Достаточно Ну Не Скоро Что Это Такая Ну Коренная Такая Статья Которая Позволяет Сегодня Работникам Да Вот Не складывать Ручки Да Не Дает им Основания Выходить на Переговоры С работниками С работодателями И выдвигать Требования Ну вот Неоднократно Здесь Наверное Мы уже Говорили О том Что На каком Этапе Находится Сегодня Профсоюзная Например Борьба Независимых Профсоюзов Да Многие Независимые Профсоюзы Они Включили В свои Программы Это Или Подписались Как правильно Даже сказать Я даже не знаю То есть Программа Существует Такая программа Коллективных Действий Профсоюзов Да Где говорится О том Что Профсоюзы Независимые В ставе Своих Задачах О том Что Добиваться Повышения Реального Содержания Заработной Платы Ну а вот Что такое Осталось Уточнить И понять Осмыслить Осмысление Что такое Реальная Заработная Плата Пришло Достаточно Тоже Не скажу Так быстро На протяжении Борьбы Этапов Борьбы К нам Пришло Осознание Что это Такое Реальное Содержание Заработной Платы Это Произошло Лишь После Того Когда Всегда На Переговорах Работодатель У нас Спрашивал Обоснуйте Нам Почему Вы требуете Повышения Заработной Платы Ну Индексация Индекс Инфляции Это Понятно Индексация Хотя Здесь Тоже Прописано Обязательство Работодателя Индексировать Заработную Плату Но он Это Не делает А ты Выходишь И говоришь Вы Повышите Мне Содержание Реальной Заработной Платы И не Просто На Индекс Инфляции Ты ему Говоришь На 20-30% В зависимости От того Как Ребята Решат Насколько Надо Повысить Заработную Плату И Вот Первый Тезис Который Мы Сталкивались При Общении С Работодателем Это Как раз Обоснуйте Почему Требуете Ну Вот Эта Статья Она Всегда Выручала Вот А Сейчас Пришло Смысление Я Ребята С ПКТ Посчитали Сколько Ж По Так Должна Быть Эта Реальная Заработная Плата И Вышли На Такую Цифру Ну Хорошую Цифру Да И Все Вы Знаете Это Сейчас Если С Условием Индексации Там И так Далее Это Вам То То Есть А Если Еще Глубже Отвернуть Почему Я Считаю Что Это Ну То Если Так Вернуться Почему Почему Я Считаю Это Главное Да Если Вспомнить Вообще Так И О То Что В свое Время В программе Большевиков Было Написано О Что Цель Какая Ставится Это Обеспечение Полного Благосостояния И Всестороннего Развития Личности То Если Взглянуть На Расчет Стоимости Рабочей Силы Да И Цене Да То 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 Какая Должна Быть Вернее Стоимость То Ты Понимаешь Как раз Таки Это И есть Осуществление Той Программы Партии Большевиков Которая Как бы И была Написана Да То То Ребята Наши Постарались Они Учли При Расчете Стоимости Рабочей Силы Все Этой Жизни И Культурную Составляющую И так далее И так далее То есть Ну вот Документ Который Принят Я считаю На самом деле Позволяет В сегодняшних Условиях Добиваться Многого Да Но это Конечно же Такие Не панацеи И Я считаю Что сегодня Почему еще Тоже Вызвало Эта тема У меня Вызвало Такое Ну Желание Высказаться Да Можно сказать Это то Что сегодня Идут попытки Нескончаемые Со стороны Буржуазии Пересмотреть Действующий Трудовой Кодекс Вот И понятно Да Такие Носят Они Ревизионистский Характер К ущемлению Хотят Да Ну что Вспомнить Слова Прохорова О том Что Трудовой Кодекс Сегодняшний Не дает Работникам Заработать Заработную Плату Нужно Снять Ограничения Которые Накладывает На руки Работодателей Ну Вспомните Это И По моему Учеждению Да Сегодня Настал Наверное Вопрос Это Время Тогда Когда Независимые Профсоюзы Наверное Партии Которые Стоят На Защите Интересов Так Скажем На марксистских Платформе И они Должны Предпринять Усилия И создавать Уже Готовиться К новому Витку Политической Борьбы И готовить Новый Уже Проект Трудового Кодекса Который Я думаю В ближайшее Время Придется Отстаивать В общем Спасибо большое За внимание Я думаю Если есть У кого-то Вопрос Я готов Ответить Количество Рабочих Порта Санкт-Петербурга Я не могу Сейчас точно Сказать Примерно Сказать Всего Порта Предприятий Когда я Пришел Например Численность Второй Стеридорной Компании Она составляла Более Двух Тысяч Работников Потом Происходили Ряды Организаций Значит На сегодняшний Момент Рабочих Да? Докеров Нет Я имею Ввиду Всех Рабочих Там Более Двух Тысяч Было Это Я Включаю И Административный Наверное Перестанал Рабочих Ну тогда Это Отнимите Не могу Сейчас Точного Цифр Сказать Ну не менее Тысячи Человек Ну нет Более Да Ну а тенденция Была Такая Что С прошедшим Времени Докеры Как сказать Правильно Как класс Состарился Ушел На пенсию Молодых Не принимали Вот И Работ Сегодня Достаточно Такая Печальная И такая Непростая Ситуация В порту То есть Основных Докеров Все становится Меньше и меньше И Я не знаю Там Численность Может быть 200-300 Таких Численность Бригад Докеров Общих Да Ну я Не 200 Не 300 Наверное Побольше Там Я конечно Так Загнул Вот Но Значительно Уменьше 200-300 Чего Нет Я имею ввиду Членок Профсоюза Наверное Я так Сказал Молодокер Это я имею ввиду Про Извиняюсь Это Если вы говорите Про всех Я Объясню Ситуацию Про рабочих Но ситуацию Я не Существует Нету Первой Севедорной Компании Но Сейчас При объединении Да Больше Двух И второй вопрос На ваш взгляд Какое минимальное количество Рабочих предприятий Позволяет Реально И эффективно Счислять Борьбу За свои права Интересный вопрос Да Но Я думаю Что здесь Нет никаких Ограничений Ну Я думаю Если на предприятии 5 человек То борьба Очень быстро Закончится Расскажу Как бы Предысторию Да Вот Если позволить Немножко времени Из истории У нас Например Была В свое время Ситуация Связана Со Севедорной Компанией Нева Метал У нас Были там Многократные попытки Организовать Там профсоюз То есть Было время Когда работодатель Воспользовался И создал Севедорную Компанию Которую Таких Более-менее Активных И которые Не очень Были охвачены Профсоюзной Работой Их объединить На одном участке Пообещав Большие заработки Он это сделал Значит Организовалась Севедорная Компания Все туда пошли За заработками Но через год Через два Эти заработки Резко стали падать Они были потом Опущены Ну то есть Мысли снижены До уровня Среднего И Ребята Как бы так Начали Вот как нам Как это И мы неоднократно Пытались там Организовать Профсоюз Были активные Ребята Там Я помню Эту ситуацию Там Приходили ребята И говорили Вот мы хотели бы Вот И были попытки Организации Профсоюза И помню Как потом Их неоднократно Администрация За это дело Увольняла И дело Закончилось Так что Конечно Ребята Не смогли Не выдержали Этот пресс Они Ну не то что Не выдержали Смешная ситуация Ну не то что Смешная А вот Житейская Такая ситуация Ну вот Их выдавили То есть Их незаконно Увольняли Профсоюз Вставал на их защиту Мы их Восстанавливали То есть Они выходят На работу Их опять Увольняют И опять Профсоюз Занимается Их восстановлением Дело дошло До того Что они все Семейные Они нашли Другие работы Начали работать И когда их Вернули Они сказали Ну ребят Мы не будем Вот Но Черед некоторое время Их там допекли И нам удалось Организовать Профсоюз Там Делегировали туда Уже Так скажем От Портового комитета Человека Вот Освобожденного Вот Он был там Выбран Председателем Профсоюзной Организации И он Организовал Дело И так Мы налагили Там Организацию До сегодняшнего Существует Профсоюзная Организация Поэтому Говорить Вот по поводу Численности Тут Все непросто Можно и Небольшим Количеством Работать Вот сейчас Как раз таки У нас Другая ситуация То есть Нам приходится Профсоюзу Докеров Приходится Учиться Работать Как раз таки С меньшим Количеством Членов Профсоюза Но вы наверное Знаете Что например Если выдвигаются Требования То выдвигаются От коллектива Не Представительного Органа Рабочих Тогда раньше Стался Профсоюз А потом Внесли изменения И сегодня Говорит о том Что требования Выдвигает Рабочий коллектив Коллектив Рабочих То есть Это нужно Конференцию Рабочих Собрать То есть Это все Дело Провести Ну то есть Это требует Колоссальных Времень Но Ну вот Рабочие Я всегда Считаю Они обладают Еще такой Можно сказать Смекалкой Хитренькой Там Или еще что Но всегда Можно обойти Некоторые моменты Можно найти Другие способы Потому что Вот Формы Как бы Борьбы Они всевозможные Существуют Есть примеры Примеры Авиадиспетчеров Да То есть Их там Они Со всех сторон Обложены Своими законами Но они Как-то умудрялись В свое время Добиваться Результатов То есть Вот Я думаю Что это Не такое Серьезное Хотя Да конечно Когда за твоей спиной Стоит Ну как Сами можете представить Когда за твоей спиной Стоит армия То это одно А когда Рота Ну уже другое ощущение Но все таки Вот ваше мнение Какое-то количество Минималит 100-200 человек Когда можно Реально организовать Коллективную Борьбу Я считаю Что нужно иметь Если ты занимаешься Профсоюзной работой Или такой активной То ты должен На это не смотреть Есть у тебя 200 человек Значит ты работаешь 200 Есть 5 человек Ты должен работать С пить И Ну Так скажем И И И Добиваться успехов С таким количеством Когда существовал Когда существовал Балтическо-морское Профорство Существовал порт Существовал Листовый порт В угольной гаврии Был Контейрный терминал В общем При БМП Это был Общий профсоюз Я просто хочу знать Что там сейчас Контейрный терминал По-моему Существует Лесной порт Я не знаю как Есть ли у вас Связь с ними Или как-то В отдельности Это Первый вопрос Второй Выборгский Мирской торговый порт То есть Почему Когда было БМП Связь была Прямая Здесь он и близко Было Особенно Лесной порт Зависит от чего Потому что Суда Лесовозы Грузились Выборги Только частично Потому что Осадка Не позволяла Руйтесь Из порта И они Приходили Догружались В Неград Прямая связь Была С Выборгским Портом У вас есть Какой-то С Выборгским Портом Или как-то Вот эти вопросы Ну На сегодняшний момент Структура Вообще Портовая Достаточно Пестрая На территории Акватории Санкт-Петербургского Порта Работает Не одна Астеридорная Компания Но вот По поводу Контейнерного Терминала Он остался И сейчас Имеет Одна Из лидирующих Компаний В отрасли И Так скажем Если говорить Повсоюзов Повсоюзного Движения То есть Это одна Из лидирующих Такой Повсоюзных Организаций Которые На мой взгляд Сегодня существуют То есть Организация В котором Есть Такой Коллективный Договор На который Мы Равнялись И Которые Хотелось Иметь У каждого На предприятии Значит По поводу Лесного Порта Там тоже Существует Лесной Порт Никуда Не Делся Профсоюзной Организации Там Нам не Удалось На тот Момент Когда Становление Происходило Там Соорганизовать По поводу Выборга Долгое Время В рамках Единого Российского Профсоюза Докеров Были и Выборгские Докеры Но К сожалению Значит Так как Он Имеет Локальную Небольшую Как бы По сравнению С нашим Портом То есть Там Быстренько Тоже Ну так Скажем Администрация Нашла Возможности И смогла Так Подержать Победу Можно так Сказать Над Профсоюзным Над Профсоюзным Движением Над лидерами Можно так Сказать Ну там Я не слышал Чтобы сегодня В рамках Выборгского Порта Были какие-то Активные Коллективные Действия Не слышал Они Когда Коллективном Договоре Который У них Там Принят Хотя Мы Я там Был Я помню Когда у них Был спор Коллективный И я там Был К ребятам Приезжал И мы рассказывали Делились своим Опытом Ну к сожалению Так вот Бывает В жизни Все Течет Все Меняется И там К сожалению Нет Тенденция такая Не самая радужная На самом деле Если касаться Портов Ну я думаю Все знают Многие знают Недавно Состоялся митинг В поддержку Одного из председателей Нашей профсоюзной организации Которого Посадили Якобы За Нецелевое Использование Средств Работодателя Ну в общем Притеснения идут Гонения Но жизнь продолжается И профсоюз борется Надеюсь Город Какой у вас охват Получивенства Ваши организации С этим тоже Интересный вопрос На бытность Когда мы организовывались Был один процент Но потом Было принято решение На одной из конференций Что Два процента От заработной платы Один процент Как бы На текущий нужды Один процент На Забастовочный фонд Я спросил Охват Профчленством Ваших Рабочих И все раз Я не очень Понял Сколько у вас Рабочих От числа Рабочих А Какой процент От числа Рабочих Не могу вам точно Сказать На сегодняшний момент 50 процентов Меньше Нет Уже меньше Я объясню сейчас Если раньше Мы выходили На коллективные Переговоры Профсоюзные Когда решали Вопросы Мы были Представительным Органом На сегодняшний Момент По ряду Компаний Мы не являемся Представительным Органом То есть Чисто Союзов Чем связано Изменение Нового Проекта Трудового Договора О чем Вы сказали И какие Коррективы Изменения На сегодняшний Новый Ситуаций В стране Договор Договоры Или Договоры Я имею Трудового Кодекса Трудового Кодекса То есть Вы хотели бы спросить Чтобы я туда внес Однозначно Это по поводу Защиты Профактива То есть Это сковывает На самом деле Работу Профсоюза То есть Второе Чтобы еще Такую Да Не подготовлен Наверное Это будет Может быть Следующая тема Лекции Чтобы я Предложил Но На сегодняшний Момент Что сдерживает Это Защита От Профсоюзных Лидеров Дальше Расширил бы Может быть Вопросы Связанные С Проведением Коллективных Трудовых Споров Ну то есть Вот По поводу Представительства Когда Может Профсоюз Выдвигать Требования Когда Не может Выдвигать Требования Потому что Многие изменения Произошли Как раз В рамках Вот этого Положения Который Ну как бы Сковывает Нам на сегодняшний Момент Руки Ну вот Так Повторюсь Да Это по поводу Представительства Да Ну если Маленькая Профсоюзная Организация То ей Сегодня Ну Отстаивать Свои Интересы Тяжело Вот Хотя Ее Фактически Могут И поддерживать И трудовой Коллектив Выйти на Переговоры Сложно Вот Проводить Действия Сложно Ну то есть В этом Расширить Этот Это положение Какое еще Положение Ну Надо подумать Надо подумать Надо подумать Так давайте Теперь перейдем К выступлению Кто хочет выступить Пожалуйста Спасибо Я хочу Вам будет заключить Слово Пожалуйста Я думаю Мы должны Поблагодарить Михаила Юрьевича И попросить Передать привет Вообще Профсоюзу Докеров Который Очень большой Вклад Внес В становление Борьбы Профсоюзной Экономической И Весь Его доклад Был Нацелет На то Чтобы Показать Что Это все Части Неразрывные Общеклассовые Борьбы Экономическая Политическая И В отдельно Взятой Значит Деревне Не построишь Благополучие Без политической Борьбы Невозможно Развивать Дальше Все наше Движение И это Мы видели Не только Вот на Примере Борьбы За Чудовой Кодекс Значит Это было И когда Речь шла О программе Коллективных Действий Это очень Много Опыта Мы набрались Во время Забастовок Докеров Известных 2005 Года И здесь Вот Целый Элемент Мне кажется Или набор Элементов Опыта Которые Должны изучаться И становятся Общим Достоянием И во времена Когда боролись За трудовой Кодекс И когда Были Забастовки Вот Докеров За коллективный Договор Велась Активнейшая Пропагандистская Работа Значит Газеты Докер Выходили Тиражом Несколько Десятков Тысяч Штук Инородная Правда Еженедельно Еженедельно То есть Обрабатывалось Общественное Мнение Не только Самого Коллектива Работающих Порта А старались Охватить Население Города Потому что Когда пришел Новый Хозяин Самый Богатый Человек В России На тот момент Лисин Господин Он пробовал Вбросить Карту Что это Рвачи Они и так Смотри Сколько Получают Они только Засекают И еще Хотят Чтобы им Индексировали Чтобы Трудовой Договор Такой Было Прочее И вот Эта Борьба Показала Что Вот Эта Обработка Нужна Солидарность Нужна Всех Отрядах Они Были Подключены И Эта Борьба Заставила Тогда И губернатора Высказать Что Он На стороне Докеров Что Типа Пришел Ты Лисин Отсюда К нам В цивилизованный Город И Пытаешься Тут Дров Наломать Ты Смотри Нам Это Не Нужны Эти Экстремистские Вспышки И Годоклизмы И Председатель ФНПР Вынужден Был Заявить Что Мы Тоже На стороне Докеров Они В данном Случай Правы То То есть Вот Очень важно Знать И в будущем Использовать И такие выводы Как знаешь Лучше все время Нависать Забастовкой Над Хозяином Чем Сходу Неподготовленно Объявлять Эту забастовку И Те методы Которые у них Были отработаны Когда Объявляли Забастовку По подразделениям С определенной Очередностью По графику И прочее Вроде как С первого раза Думаешь Ерунда Какая-то Почему Не все Вместе Остановились Потому что Детей кормить Надо Зарплату Надо Приносить А здесь Значит Час Одно Подразделение Постояло Потом Следующее Потом Следующее Общий Процесс Парализовали А там Где Другие Стоят По тарифу Зарплата Идет То есть Это Искусство Вот Я думаю Что Это Бесценный Опыт За это Надо сказать Спасибо Точно Так же Как и Опыт Противника Вот Тот Метод Когда Внесли Свой Прогрессивный Трудовой Договор Они Тут же Вносят Еще Один Второй Третий Четвертый Он Теперь Используется Сплошь И рядом Когда Значит На других Участках Что-то Проходит Например Так Было Когда Вносили Там По Знамени Победы По Минимальной Зарплате По Мроту И Далее Вот Увязывая Современность Я хотел Сказать Что Политическая Борьба И Смычка Ее С Экономической Она Продолжается Она Доскать Все Актуальна Именно С этой Идеей Был Создан Блок Родфронта Зарегистрирован Как Политическая Партия Для Введения Политической Борьбы И Вот Недавно Состоялось Довольно Такое Знаковое Событие Товарищи Из МПРА Депутаты Несколько раз Пробовали В разных Парламентах Вносить Значит Предложение Внести Поправки В как раз Ту 134 Статью Трудового Кодекса Которая Нацеливает На то Что обязаны Повышать Реальное Содержание Зарплаты И каждый раз Это Зарубали В Ленобласти Этманов Два раза Всилаем Вносили В Киеве Пробовал Турула Внести И вот Значит Неделю Назад Впервые Парламент Карелии Поддержал Предложение Депутата Степанова Значит Родфронтовца И Проголосовали За Парламент Региональный Имеет Право Вносить В Думу Поэтому Теперь Гарантированно На трибуна Думы Выйдет Первый раз Выйдет Представитель Родфронта И будет Там Держать Речь Пройдет Не пройдет Это уже Скорее Что не пройдет Там Единороссы Имеют Полный Этот самый Комплект Кнопок И голосов Но то Что впервые Пробились И это дело Двинулось Вот это Большой плюс Следующим Этапом Политической Борьбы Будет Вот испытание Совместное Профсоюзное И политическое Выборы В том числе В Калуге Где Самая сильная Ячейка Импера На сегодняшний день Их там Тысяча Почти 800 человек И выборы В региональный Парламент Вот Возможность Самим Попробовать Выйти Рабочим Фронтом Для того Чтобы Если провести Своих людей Во-первых Агитацию Провести А вторых Укрепиться С этой помощью И еще На один момент Я хотел Обратить внимание Что Значит Ну положение О том Что у нас Прогрессивный Сегодня Кодекс Это Вопрос Такой Диактический По сравнению С тем Что могло бы быть Он прогрессивный По сравнению С тем Что Значит Сегодня Творится Да Не вполне У нас Ни одна Забастовка За там Судами Последние 2-3 года Законной Не признается Значит Элементы борьбы Иногда Встречаем Просто Ну Сейчас Какая Находится В забастовке Прекрасно Да Люди не умеют И не делают И не учатся Ребастовка Находится По КТ Ребастовка 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 Все Юридические Формы Выдержаны Я имею Ввиду То Что Что Доходило До судов Один суд Если Работодатель Обращался Не вставал На эту сторону Ничего Притепиться Понятно И вот В качестве Примера Вот Наталья Сергеевна Лисицына Сидит Работник Силовых Машин И Электросилы Председатель Профсоюзной Ячейки Защита Работодатель Идет На всякие Ухищрения На сокращение Чаще всего Для того Чтобы выбить Актив Выбить Лидеров Уборить Сократить При этом Значит Ухищрения Такие Что С одной стороны Опора на закон А с другой Стороны Использование Подкупа Вот На сегодняшний день Известно Что Самый Большой Откупной Который Получил Работник ЛМЗ За то Что он По соглашению Сторонно Уволился Составляет 700 тысяч Рублей То есть Понимаешь Для того Чтобы не допустить Вот этого Ядра сопротивления На своем Заводе Идут На такие Это Выгодно Это ему Лучше Чем Не дай бог Будет тут сидеть Это вот бунтарская Зараза Или что Вот С Лисицыной Не удалось Договориться И тогда Выводят ее В так называемый Простой Крановщик Пятого разряда Работа есть Краны есть Что значит Простой Вот тебе Выделили комнату Ты каждый день Приходи Садись И ничего не делай Сиди просто Вот представьте Какая изощренная Форма Ну вообще Это Как пытка Издевательность Полгода Заглядыванием Еще Как в глазок Почти Это самое А ты как 15 минут Отлучилось Куда В туалет Или что Не дай бог Больше Тут можно И под статью Попасть В конце концов В конце концов Уволили Суды До сих пор Идут Это Притом Используется Такая форма Что Профсоюз Работодателей С Прохоровым Вносит предложение Давайте 60-часовую Безусловно Так будет Полезен И направления Борьбы За Трудовой Кодекс Они тоже Известны Проводили мы Слушания В думе Когда Мне приходилось Быть депутатом Известно Что И требует Упрощения Процедуры Начала Значит Забастовочных Процессов И забастовки Отраслевые Территориальные Солидарности И снятие Запретов На профессии На многие Это мы По видам Деятельности В этом И требования МОД Целый ряд Там не выполняются Так Но за все Это предстоит Бороться Для того Чтобы бороться Надо мускул Накачивать Будет мускул Значит Будет Успехи В борьбе Не будет Отнимут И то Что сегодня Не имеем Это тоже Погнал Я хочу сказать Что ситуация Действительно Во многом Ухудшилась Ухудшилась В политическом плане То есть Как только Ослабляется Борьба А борьба Ослабилась Со стороны Рабочего движения То Сразу Появились Вот такие Изменения В законах Которые Даже Проектом Трудового Кодекса Не вышибешь Почему Потому что Конституционный суд Сначала Появилась Как вы знаете Такая поправка Конституционный суд Решил Что это Неконституционно Что защищается Весь комитет Профсоюзный Что его нельзя Уволить В течение Двух лет После Окончания Членства В этом комитете И в течение Профсоюзной работы Нельзя Уволить Это того Кто не освобожден От Производительного Труда А потом Конституционный суд Вообще Заявил Что это Дискриминация Что как это Вот рядовые члены Профсоюза А их же Можно уволить А как это Нельзя Зама Или председателя Уволить Давайте еще И замы И председатели На сегодняшний день То что находится В кодексе Признано Неконституционным И не действует То есть даже И председатели И заместители Не защищены В этом смысле Законом Хотя на них Выходится Так сказать Основной удар И им приходится Быть на острие Событий Поэтому Скажем В Думе И рассматривать Не будет Скажется Конституционный суд Решил А он И у него Последнее слово Тут надо Как говорится Конституционный суд Трясти тогда И не совсем понятно Как его надо Снимать Убирать Требовать Чтобы их Вообще убулили Потому что Это вот Скажем Такую простую вещь Уже не решишь Просто Внесением Какого-то кодекса Но я что Хочу сказать Какой Вот Кроме того Что Вот 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 Несколько компенсировался Проект По сравнению С тем Что было Вначале Из-за того Что проект Трудового кодекса Пошел первым То есть Это классовая борьба Была наступательной И не оборонительной Получилось так Что вот Все вот эти Ложные Проекты Которые были Они все слетели Все слетели И проект Восьми слетел То есть Они все Не пользовались Таким успехом Чтобы набрать Больше Чем проект Трудового кодекса Фонда Рабочая Академия Кроме Вот этого Проекта Слизки Который Пришлось Сделать Компромисс И надергать Из нашего Проекта То что Явно Улучшает Положение Работнего По сравнению С тем Что во всех Этих Проектах Предлагалось То есть В итоге Получился Некий Компромиссный Проект Который Набрал Больше Чем Проект Трудового кодекса Я думаю Что Все прекрасно Понимают Что Получить Вот такой По теории Вообще Ничего Не должно Проходить Строго Говоря Потому что Он буржуазный Но если Вы ведете Такую Наступательную Борьбу То Можно Получить Вот то Что мы Получили А до этого Просто истерика Была Тоже Шейна Что Все Конец Все Все Рабочее Движение Будет Уничтожено Все профсоюзы Будут уничтожены Ничего Делать Нельзя И Про Нашний Кодекс Сказать Мы уже Не можем Это Во-первых Во-вторых Все профсоюзы До Вот этих Всех событий Они Боролись Всегда За защиту Прав Трудящихся То есть Эскалатор Ведет их вниз А они за то Чтобы Бежать Быстрее И чтобы Их не опускали Ниже И ниже Все действия Профсоюз Носили Защитный характер А этим Они резко Отличались От политических Партий Почему Политические Партии Всегда Предлагают Что делать На будущее Они разные Одни хорошие Другие плохие Одни в интересах Буржуазии Другие в интересах Рабочих Но все Политические Партии Имеют программу Работы на будущее Все профсоюзы Вот вы меня Начинаете душить Тогда я начинаю Сопротивляться Если вы меня Не душите Я ничего И не делаю То есть Все профсоюзы Занимали И во всем мире Так Оборонительные Позиции После всей Этой ситуации С кодексом Профсоюзы Независимо Отмобилизовали До такой степени Что передовые Профсоюзы Создали программу Коллективных действий Которая включает в себя Целый ряд Политических моментов В том числе И выборы В органы власти Через трудовые коллективы Поэтому Программа Коллективных действий Которая Висит на сайте Фонда Рабочей академии Прямо в левом углу На лицевой стороне Это вообще Великое завоевание Мирового профсоюзного движения Потому что У нас есть Вот такой документ Который принят И профсоюзом Айводиспетчеров И профсоюзом Докеров И профсоюзом Защиты труда Само собой И всеми Передовыми Профсоюзами Который нас Нацеливает На решение Политических вопросов На сокращение Рабочего времени Чтобы было время Для политической деятельности И на Повышение уровня Реального содержания Зарплаты И так далее Значит Вот на ближайшем Заседании Российского комитета Рабочих 21-22 числа Будет рассматриваться Вопрос Об выполнении Этой программы Коллективных действий То есть Какие наступательные действия Возможно сделать Совместно Профсоюзам И рабочему движению Вообще И это очень важно И я хотел бы Как раз На этом сделать Особый акцент То есть Мы как бы должны Когда мы ведем борьбу Мы должны Опираться на завоеванное Потому что Это очень сложная борьба Очень тяжелая И хочу сказать Что вот Например Те же самые докеры Первого Контримного терминала Они ведь Которые мастерские Неоднократные В том числе В прошлом году Делали коллективные действия Без объявления Забастовки А то Просто вот Вот одна Бригада Медленнее работает В целях Сохранения безопасности Это же Движущиеся А вдруг На вас наедут А вдруг Раздавят Нельзя Потребовать Больше скорости Представляете Скорость Там какие машины Поэтому В целях Сохранения безопасности То одна То вторая То третья И наученные Уже администрации Они ничего не могли Делать Все очень грамотно Все очень культурно И я хочу сказать Потому что Если мы Говорим об опыте Докеров Опы докеров Показывают Что можно По этому кодексу Делать законные Забастовки Все забастовки Которые делали Кроме вот этих Коллективных действий Которые вообще Не объявлялись Забастовками Которые так и назывались Коллективные действия Или работа по правилам Или работа по правилам С выполнением Нордно Но 101% А так они 180 Выполняют 160 Раз И в субботу Воскресенье Не выходит на работу И сверхурочные Не выходят Что нарушили Ничего не нарушили А сразу Страдает Быстро очень Работодатель И больше всего Страдает От неуправляемости Его предприятия Потому что Они все Вот я хочу сказать Что и сейчас На сегодняшний день Вот я уже говорил Что Первый контейнерный терминал Находится В состоянии Забастовки Но они Не останавливают Работу А что такое Останавливают Забастовки Все корабли Которые идут Интересуются А кто Как будет Не остановить Или разгрузку А администрация Говорит Не знаем Потому что При наличии Забастовки Засколько Ней нужно Удавлять А в остановке Производства За три дня То есть Один раз Надо пройти В жизни В жизни Пройти один раз Можно Вот товарищи Не выдерживают Они больше Стонут Ноют Ой как много Как тяжело А как легко Зато Что там Такого страшного Тяжелого Надо пройти Эту процедуру Один раз И не прекращать Забастовку А приостанавливать ее Приостановили И пожалуйста Значит за три дня Потом объявили Ничего не надо делать Ничего Объявили и новую форму То было два часа Теперь четыре часа Полчаса То в это время То в то время То мы в шахматном порядке То по цехам То по производствам Отдельным То есть Это вот надо делать Там другая есть беда В том же самом порту Единая профсоюзная организация Которая была Единая и первичная А в ней еще первичная Она превратилась В территориальной Потому что Тяга к тому Чтобы у руководителей Вот И в этом печальная роль Председателя Правкома Моисеенко Который развалил Можно сказать Руководство Этой организации Состоит в том Что там Центробежные тенденции Взяли вверх И там имеется Территориальная организация С мелкими первичными Их легче Передавить Передушить Конечно Чем крупнее Организация Тем больше силы Больше единства И в том числе Соединение И финансов Позволяет иметь Мощный забастовочный фонд А не так Что там Там проели Там проели А эти говорят Что же мы будем Теперь всех Обеспечить во время Забастовки Там где не проели То есть понятно Что вот эти проблемы Очень решаются Но они все решаются Если будут поставлены Задачи вперед Поэтому вот задача У нас Которая сейчас стоит Конкретно вполне И это задача Рассмотрение этого вопроса О выполнении программы Коллективных действий В том числе Я думаю Что и этот самый суд Надо заклемить Конституционный Потому что Это вопрос Не думай Это вопрос о том Что Конституционный суд Во главе с тем же самым Зорькиным Который выступал Против Ельцина И вот его подкормили Хорошо Не только этого Горбачева Подкормили рабочего Зорькина подкормили Здесь поселили Красиво их И дачи у них тут И дома тут Прекрасные На Каменном острове Так что Вот я думаю Что и оценки Этому самому Конституционному суду Еще никто не давал Ни один орган Так что надо Вот на это Обратить внимание И тут Политическую задачу Это решать Причем это просто И понятно То есть они Прямо Конституционный суд Политический орган Государственный орган Прямо Направил свои действия Против Профсоюзного актива Каких неосвобожденных Рабочих Неосвобожденных Рабочих Их можно увольнять Если они Находятся на переднем Фране Плане Профсоюзной борьбы А по действующей Конституции Кто может критиковать По действующей Конституции Кто может Ирициировать Критику Руководства Критику Может любой Вот я сейчас критикую Не слышите Сейчас будет записано Она дошла До них Дойдет Вот это будет В интернете Вот можете Сейчас идите Критикуйте Сейчас еще Михаил Юрьевич Будет критиковать Так что Критику мы можем Но надо чтобы Российский комитет Рабочих Как представитель Так сказать Рабочих всех России с этим выступил Это очень важно И это надо организовывать Потому что Вот еще один пример Как вопрос Экономический Превращается в политический И надо людям И люди понимают Сейчас без политики Ничего не решишь Все уже партизировано Вся буржуазия партизирована Все уже организации Профсоюзные Уже независимые Перестали Они к тех Кто не Ходят под Единой Россией Ходят под Справедливой Россией И И Имеют вполне Политические устремления Однозначные Та же самая КТР Тоже во многом Я кто Председатель КТР В который Ходит Скажем Тот же самый Профсоюз Докеров Сейчас А входит Там есть Кравченко Который сидит В президентском совете Так это он Кем курируется Теперь Работодателями Курируется То есть Политика Пронизала Все настолько Что надо только Открыть людям глаза На сегодняшний день Что сегодня Уже Рабочий класс Невозглавляемой Политической партии Победить Просто не может Он и раньше Не побеждал Без политической партии Ясно Что во всех этих Процессах Роль и средств Массовой информации Была очень велика И усилия у нас были РКРП И фонда Рабочий Академия Были направлены Усилия на то Чтобы обеспечить Всю эту борьбу В том числе Идеологическую И политическую Вот тогда Может быть Какой-то успех В этом смысле Я хочу обратить внимание Даже Какие бывают Политические перевороты Последний На чем Сразу остановлюсь Значит 6 июня 2001 года Собрался съезд Профсоюзов Для решения вопроса О том Как действовать На последнем Заключительном этапе А уже в июле Должно быть голосование По трудовому кодосу И вот Представитель КПРФ Секретарь КПРФ ЦК КПРФ Товарищ Серегин По рабочему движению Заявил Что мы не будем Голосовать Не за один проект У нас просто есть Какие-то свои предложения А по отдельным вопросам Поправки К действующему КЗОД Никто этих предложений Не видел Никому Ни так о них предложили Нигде не напечатали И они В силу того Что мы создали Определенную политическую Такую линию Определенный ветер Они остались При голосовании При голосовании Потому что все Профсоюзы Прогласовали За поддержку проекта А КПРФ нет Она здесь присутствовала На съезде И вот они остались В такой ситуации Что надо Или голосовать За проект Слизки Или голосовать За проект Фонда Рабочей Академии И голосовать За проект Слизки Это похоронить Себя уже Как организация Которая объявляет Что она якобы За трудящихся И вдруг Вся фракция КПРФ Как один Голосует За наш проект А один товарищ Ну вы бы знаете Что Жириновский Выдержался После проведенной Процедуры А один товарищ Прессованные Все коллективные договоры Там все требования Есть Бери Прямо из кодекса И формулируй Бери и формулируй Бери и формулируй Все это облегчило Работу всем И позволило Добиться немалых успехов Поэтому мы должны Вот в этом плане Теперь мы это сохранили В программе коллективных действий И должны эту работу продолжать Хотя я вижу Что Некоторые товарищи Так сказать Смотрят на то Что она не такая Может быть яркая Она не такая Может быть Там Пламенная Но ее поддерживают Все профсоюзы основные Никто против Ее все воспринимают Как за свое Нам же нужно Чтобы это было Не чем-то Что отторгается Профсоюзами А то что принимается И она содержит в себе Политические составляющие Это очень важно Так Пожалуйста Михаил Игорь В заключении У меня был планчик лекций И был Последний вопрос Что нужно сделать Для развития Трудового кодекса Ну и чтобы не отвлекать Внимание Я просто хотел бы Кратце сказать Для того чтобы Произошло развитие Трудового кодекса Нужно просто Осуществлять Эту программу Коллективных действий Которая Уже разработана И существует Этот Как один из Факторов Локомотивов Которые могут Привести К тому Чтобы Положение Трудящихся В нашем обществе Улучшалось Спасибо большое Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...